И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, 19 июня 2023 года. Вчера ещё только гремел здесь у нас фестиваль, а сегодня всё тихо и спокойно. Ну и сегодня самое время, друзья, снова поговорить о знакомствах. И сегодня я расскажу вам новую историю. Как я ездила на новую встречу с очередным мужчиной. Я ездила в Портсмут, я показываю вам вот это пассажирское ферри, пассажирский паром, который обычно используют для того, чтобы переехать с нашего острова на Мейнленд. Паром ни много ни мало стоит 15 фунтов в одну сторону, то есть если туда и обратно, то уже сразу 30 фунтов. Вот так выглядит внутри этот паром. Так как я ездила в субботу, то людей было достаточно много. Как обычно, люди ездят с собачками. Собачки у англичан повсюду. Ну и бывают вот такие дружелюбные, замечательные, как это, например. А ещё мне понравился вот этот вот весёлый такой робот-пылесос. Я его впервые здесь увидела. Он убирает общее помещение. Вот так вот кружится тут, ходит среди людей. Я попробовала поставить ему преграду, и он очень умно развернулся, посмотрите, и поехал назад. Замечательная вещь. Интересно, наверное, сейчас такие использовать даже дома. Я приехала навстречу к мужчине, с которым уже один раз встречалась. Я вам про него немного рассказывала. Так вот, он пригласил меня к себе и сказал, что он покажет мне дом свой, в котором он один живёт. Большой дом, большой сад. И у него там шикарное барбекю установлено. Он сказал, что он обожает готовить. И вот как раз в Саус-Африке, в которой он 10 лет жил, в Южной Африке, он там научился готовить прекрасное барбекю с овощами, карри, ну и какие-то ещё заморские продукты. Я, конечно же, соблазнилась. Он сказал, что мы прекрасно посидим в шезлонгах, там много места у меня в тени. И я взяла даже с собой камеру, вы не поверите. Думаю, а может быть у меня получится немного снять для вас город Портсмасс. Он довольно-таки тоже интересный. Мужчину этого зовут Грей. И вот он иногда будет у нас на камеру попадать. Я разрешение всегда уже теперь спрашиваю у мужчин, если начинаю использовать свою камеру. Мужчина вроде бы нормальный, адекватный. Разговаривать с ним для меня очень легко было с самого начала. И вот, вы знаете, он мне очень много рассказал и очень много показал фотографий своей семьи, себя в студенческие годы, и как он проводил время там, в Южной Африке. Ну и здесь тоже я попросила его сфотографироваться на память. И вот такие вот фотографии у нас получились. Мы с ним немножко погуляли по набережной, очень красивой. Он показал мне здесь великолепные виды, самые старинные здания. Очень много рассказывал о себе, о своей работе, как он потом вернулся через 10 лет сюда-обратно в Портсмут, где у него жили родители. Родители уже довольно старые были, и они попросили его вернуться, потому что нужно было уже за ними присматривать. Ну и он как настоящий сын, он вернулся и досматривал своих родителей. Ну а со своей единственной женой он развелся еще там, в Африке. Что-то они там не поделили, но он не очень вдавался. И вот гуляем мы таким образом час, гуляем второй час. Он, кстати, знаете, так интересно, держит меня за руку, вообще не отпускает. Мне это настолько непривычно, и мне это даже как-то немного мешает, вы знаете, потому что довольно многолюдно на улицах. Мы идем вдвоем, иногда мешаем даже прохожим тоже. Но вот так вот привыкли они здесь, люди, англичане. Для меня это очень непривычно, ходить, держась за руку. И мне иногда хотелось руку вырвать. И я даже это делала иногда, я так аккуратно высвобождала руку. Но он ее опять ловил и опять держал меня за руку. Вот так вот они привыкли гулять. Понимаете, как интересно. Я вот помню, первый раз была поражена, когда я встречалась во Франции с Жаном Франсуа. И он мою руку держал, не выпуская. Меня это просто удивляло. Мне было неудобно так гулять. И вот интересно мне, те, кто живут где-то в европейских странах, милые женщины, скажите, пожалуйста, вот тоже вот так вот вас всегда, ваши кавалеры держат за руку, не отпуская. Напишите, пожалуйста, расскажите о своих встречах с иностранными мужчинами. Мне было бы очень интересно об этом узнать. Ну, а мы с Греем все ходим и ходим. Он мне рассказывает и показывает новые места. И вот уже мы три часа ходим, а приехала я в одиннадцать часов туда к нему, в Портсмут. И уже у нас два часа, и как бы уже я и проголодалась. И я все жду и думаю, когда же мы поедем к нему смотреть его дом и наслаждаться шикарным барбекю. Время уже обеденное, и как-то, знаете, хотелось бы уже что-то такое покушать. Не знаю, как вы, а вот я как-то не привыкла, знаете, сразу спрашивать человека в лоб какую-то проблему, чтобы сразу решить или что. Я начинаю издалека вот так вот как-то очень осторожно, и я ему начинаю намекать. Говорю, слушай, а вот далеко ли твой дом, а где ты автомобиль припарковала, когда вот мы поедем к тебе? И он мне вдруг заявляет, да я вообще-то приехал не на автомобиле, а на автобусе сюда. Автомобилю очень трудно найти парковку, это вообще нереально выходные, поэтому на автобусе. Я говорю, да, ну ладно, тогда, может быть, пойдем на автобус, поедем уже к тебе. Он говорит, да ну что ты, на автобусе ко мне так далеко, там 40 минут ехать. Нет-нет-нет, мы ко мне не поедем. Я пешила. Говорю, ну вроде же мы договаривались, что ты приготовишь мне барбекю, и мы посидим у тебя в саду, ты покажешь, как ты живешь. Он говорит, ну да, наверное, у меня вначале были такие планы, но я подумал, что как-то ехать далеко, да и вообще у меня там не прибрано, да и вообще, вот лучше мы с тобой первый вечер погуляем здесь. А вот я тут знаю, в общем-то, очень хороший паб такой, где подают морепродукты, которые ты любишь. Вот я думаю, мы сейчас пойдем туда и там и покушаем. Ну, сама по себе, конечно, идея неплохая. И паб вот, который он нашел, давайте посмотрим. Вроде бы он тоже такой неплохой. Сейчас покажу, как мы заказали, что мы заказали и что мы тут поели. Но вы знаете, вот как вам сказать? Во-первых, я не люблю вот таких вот странных сюрпризов, когда человек не держит свое слово. Я не могу сказать, что я прям вот очень хотела к нему попасть на барбекю, но мне хотелось посмотреть, как живет этот мужчина, потому что, понимаете, ну, я вижу, что у нас какие-то отношения начинают уже завязываться вроде как. И он даже уже серьезно так, знаете, начал мне рассказывать про будущее, что мы, может быть, с ним вместе съездим в Южную Африку вот эту, зная, что я люблю тоже путешествовать. И все, казалось бы, нормально. Ну, во-первых, я не люблю такого, когда человек не держит слово и как-то все меняет в процессе, как говорится, не сказав мне и не предупредив меня, это раз. А во-вторых, конечно же, вот я захотела этого человека узнать поближе, как я уже сказала, и я бы лучше поняла, возможно, его, посмотрев его жилище. Вот мне так кажется, потому что этот человек для меня, он абсолютно незнакомый, неизвестный. Как говорят, я не могу вас раскусить. Вот типа того, что он из себя представляет. Может быть, я сложила бы большее впечатление о нем, если бы я побывала у него в квартире, у него в доме. Ну и что греха таить? Что тут кривить душой? Конечно же, я хотела посмотреть, в каком доме он живет, потому что тогда было бы мне сразу ясно, уровень достатка этого человека. Ну вот получается, что я вот такая вот меркантильная. Как я уже говорила, я мужчину ищу для того, чтобы улучшить свою жизнь, а не для того, чтобы мне ее ухудшать. У меня сейчас с жилищным вопросом все в порядке вроде как. Я еще и подумала, если он говорил, что у него там дом большой, в портсмассе хороший, то вот такая вот история, что, возможно, я бы и к нему переехала, и жили бы мы там, поживали прекрасно в портсмассе, и не надо было бы мне и квартиру искать. Ну, такие, знаете, мысли у меня были. Конечно же, эти мысли были не основные и не главные. Я понимаю прекрасно, что лишь бы с кем съезжаться и жить, тоже мне абсолютно не хочется. Ну, вот вы видели этого мужчину. Он так, знаете, вроде и ничего. Не могу сказать, что у нас там какая-то химия сразу появилась, приключилась. Ну, такой приятный, чистенький, ухоженный, образованный, прекрасный собеседник. То есть вот уже я загнула тут четыре пальца плюсов ему. И еще бы, конечно, я хотела посмотреть, как он живет, и дальше еще узнать о нем и составить о нем уже свое конечное впечатление. Ну, в общем, знаете, как-то вот эта наша встреча, она меня разочаровала, очень сильно разочаровала. Ну, а Грей, он перемены моего настроения вообще не заметил. И он продолжал рассказывать мне, что вот на следующей неделе, в среду он забронирует отель там на острове Уайт. Он приедет на четыре дня ко мне, он уже нашел отель хороший, Bed and Breakfast. И мы с ним будем прям четыре дня за ручку гулять, ходить. Я ему буду показывать наш прекрасный остров. Мы будем узнавать друг друга дальше. И вот он такой весь радостный все мне эти планы и рассказывал. И тут я, конечно же, может быть, из вредности уже я вспомнила, что у нас же как раз и фестиваль будет, если он собирается в среду приехать, а с четверга у нас фестиваль на следующей неделе. И я тут решила, слушай, а может быть, это он хочет меня вот так использовать, приехать на фестиваль. И я у него спрашиваю, а ты знаешь, что вот фестиваль будет, очень много людей приедет, не помешают ли они нам? Он сказал, да-да-да, конечно, я знаю, я именно на это и нацелен, чтобы как бы заодно и фестиваль посмотреть, и с тобой повидаться, ну, то есть по-нашему сказать, что двух зайцев сразу и убить. И может быть-то оно и неплохо было бы, если бы он приехал, и мы бы вместе, может быть, где-то на фестиваль на этот исходили, вместе интересней. Но я опять, знаете, подумала, что меня здесь используют. Настроение моё испортилось окончательно, и весь оставшийся день я ходила в мрачные тучи, и уже мне что-то и разговаривать уже с ним не очень было интересно. Не знаю, может, заметил он это или не заметил, но я сказала, что мне уже пора, и я в 4 часа оттуда из Портсмаса и уехала благополучно назад. Ну, вот пока ехала, всё думала, а нужно ли мне продолжать отношения с этим мужчиной? Он мне не нравится. Зная себя, я думаю, что долго бы это, наверное, всё равно не продлилось. И тут не успела я на следующий день проснуться, как мне написал Грей, Грей, что вот он посмотрел в связи с тем, что на фестивале очень много людей, и что этот уже отель, он переполнен, а другой отель взвинтил цены на ночёвку очень высоко, и, может быть, он приедет ко мне, наверное, что я могу его у себя разместить. Ну, и это была, как говорится, последняя капля. Я сказала, нет, извини, мои планы изменились, разместить тебя у себя я не смогу. Я почему-то сразу, стопроцентно, была уверена после этого, что именно он меня таким образом и решил использовать. Вот такая сегодня у меня для вас история, друзья. Вот такие мои встречи, не всегда удачные, но уж какие есть. Рассказываю вам всё подробно. А почему я сейчас вам показала снова вот этих вот прекрасных байкеров, потому что следующий мой рассказ будет связан вот с этой встречей. И то, что я здесь познакомилась с байкером, вы не поверите. И я об этом вам расскажу в своём следующем видео. А на этом, друзья, на сегодня у меня для вас всё. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всех благодарю за просмотр и за лайк. Всем удачи! Всем пока-пока!